Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем видео, где будем отвечать на ваши вопросы, которые были заданы на форуме. Вопросов очень много и наша задача сейчас их тематически разбить на конкретные темы и подтемы. Потому что на все вопросы сразу ответить невозможно и наша задача как можно полнее и доступнее донести информацию. Раз вы спрашиваете, значит это вам надо, значит вам не все понятно, нужно дать вам информацию. Начнем с самого простого. Нам задан такой вот вопрос, что мы увлеклись стальными печами и конкретно парогенератором. Что мы не уделяем внимания очень древнему и очень, как говорится, надежному способу получения пара. Это получение с камня. Камень, да, давно используется. Камень можно считать самым надежным способом получения пара. Самым простым, дешевым. Но опять же, как считать дешевым. Если считать способы нагрева, то стальной парогенератор, в частности у печи Казачка, то он нагревается за какие-то 20 минут. Камень же мы должны греть не меньше часа. Это не наша прихоть, это законы физики, по которым передача тепла идет постепенно от края камня к его центру и дальше. А если камня много навалено, то от одного камня передача идет к другому. И поэтому нужно много времени, чтобы его нагреть. Именно с этим было связано поиск дополнительных источников пара. Более, как говорится, простых, более надежных. Надежных в том плане, что нам очень часто не хватает времени, не хватает средств на то, чтобы создавать такие мощные парообразующие поверхности в виде камня. Поэтому мы и пошли по пути создания парогенератора, стального, который бы выдавал очень много пара. Но это в отдельной теме. Сейчас мы это не будем затрагивать. Сейчас, ввиду того, что был задан конкретный вопрос, как получить хороший пар с камня, мы сейчас и ответим. Первое. Начнем с камня. Какое отличие между камнями? Камней, используемых в бане, огромное количество. Я боюсь даже назвать сколько, но вот только нами применяются пять видов камней. Это самый простой считается камень габрадиабаз. Габрадиабаз, он более доступный, более дешевый. Его добывают несколько карьеров по стране. Нам больше всего нравится этот карельский камень. По самой простой причине, что он имеет очень прочную основу, не разрушается при частых сменах температур, когда мы его раскаляем, потом воду на него льем. Многие камни не выдерживают. Габрадиабаз держит его великолепно, при том, что он чистый, с него нет никаких выделений. Камень этот используется давно и фактически основное его, ну, сказать в каком процентном отношении, ну, можно сказать, что 80% это приходится на него. Есть камни, конечно, более, как кажется, еще дешевле его, но говорить об их качестве очень сложно. Это всякие дуниты, это диабазы, которые в таком же количестве имеются в нашей стране, добываются, и они пользуются также спросом из-за своей дешевизны и простоты. Но по прочности все-таки габрадиабаз стоит выше их, и поэтому цена и качество вполне соответствуют. Одно но. Очень часто, как говорится, применяются габрадиабазы, которые имеют какие-то прожилочки, какие-то имеют оттенки. И, допустим, есть оттенок, который очень близкий к малиновому кварциту. Его называют по-разному, я даже не хочу называть, потому что там названий столько применяют. Но как он был габрадиабаз, так он габрадиабазом останется. И он будет розоватый, там, ну, с каким-то. Это нормально. Но как только в нем есть прожилки с ржавыми такими оттенками, вот этот камень уже опасно применять, потому что он может выделять очень неприятные соединения. Вот. Есть камень, который называется талькохлорид. Он имеет много названий. Стеатит, горшечный камень, горячий камень, как его еще называют в Скандинавии, туликиви, теплый камень. Этот камень имеет малое распространение из-за того, что очень мало его добывается по стране. Основной, самый большой источник его получения это карьеры в Карелии. И, опять же, есть дешевый талькохлорид и у него много прожилок. А есть вот такой однородный, вот это мы его распилили и получился он такой ровный, красивый, при том, что он такой, что его ножом можно царапать. Это из-за того, что в его содержании есть тальк, который, как говорится, в вулканических условиях был сжат до таких условий, что получился талькохлорид. И вот талькохлорид по своим способностям набирать тепло, аккумулировать его, а потом также отдавать, считается одним из самых лучших. Поэтому пар с такого камня считается самого лучшего качества, самый нежный, потому что нагрев этого камня будет значительно выше, чем у гаврадиабаза. Плюс к тому, что гаврадиабаз очень плохо передает от камня к камню тепло, тогда как талькохлорид великолепно передает. И даже верхние камни, которые лежат будут сверху, он нагреется не хуже, чем тот, который будет снизу. Великолепный камень, да, но срок службы его будет значительно меньше, чем у гаврадиабаза. Он разрушается через какой-то период времени, и поэтому через год его нужно обязательно перебирать, смотреть, что рассыпалось. То, что рассыпалось, оно уже не работает. Мы пар получаем только с хороших камней, которые имеют массу. Есть еще малиновые кварциты, это то, что мы применяем. Их множество, которых можно применять, но малиновый кварцит нам нравится не хуже, чем камень талькохлорид. Конечно, по теплоемкости он немножко уступает талькохлориду, но по прочности он превосходит все камни, которые мы знаем. Поэтому малиновый кварцит, это тот камень, он дорогой, потому что добыча его очень тяжелая, и его, чтобы, как говорится, подробить, это серьезное должно быть оборудование. Но этот камень заслуживает внимания, чтобы его использовать. Плюс его красота. Когда он свеженький, и когда польется на него вода, он темно-малиного цвета. Пилить его, резать, колоть, ну, это фактически тяжело в домашних условиях. Поэтому вот эти камни мы просто советуем. Есть еще камень, жадеид, это полудрагоценный камень. Его рекламируют по самой простой причине, что мы до сих пор не знаем, как по-настоящему камни воздействуют на человека. Основное, как говорится, это в наших проспектах, везде пишется о том, что камень ионизирует воздух. Вполне, потому что с камнем парная имеет совсем другой дух. Без камня парная, несколько обедненно, нет такого аромата, вот этого великолепного жара, который идет от камня. Поэтому мы даже казачку сделали с каменкой. И каменка обязательно здесь есть для того, чтобы с одной стороны экранировать тепло, чтобы не было раскаленных участков. С другой стороны, чтобы она накапливала, ионизировала воздух. Ну и при необходимости получать пар с камнем. Есть же у каждого свои предпочтения. Одни любят пар с парогенератора, другие с камня. Но всем нужно дать возможность получать пар. И тем, кто любит стальные парогенераторы, и тем, кто любит камень.